Саламас Тармахрум Метте от Андастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я сегодня в прямом эфире хочу изложить свою позицию по текущей ситуации в стране и, собственно, озвучить те слова, которые произнес наш бункер-бассе, мумия, как угодно его теперь называйте. Вчера, вы знаете, он как бы вышел, считается, прямой эфир, но очень много людей обнаружили, что это просто монтаж, что это его январьская встреча с премьер-министром Аскаром Маминым. Может быть, но обратите внимание, что вчера было короткое выступление Назарбаев, в котором, по сути, было резюме, что друг другу должны помогать, соседи и все прочее. Ни слова не было сказано о помощи со стороны государства. То есть он просто подемонстрировал, что он жив. Но по тому, как он ничего полезного не произнес и по результатам этого видеообращения не было никаких действий, может быть, некоторые из вас могли полагать, что вот завтра он, наверное, что называется, скажет свое решительное слово, и вы почувствуете на себе поддержку государства и бункер-бассе. Но в итоге что получилось? Наш бункер-бассы не появился на видео, не показал, что он лидер страны, не показал, что он даже лидер этой системы, которую он строил 30 лет, этой преступной мафиозной системы. Он даже и это не смог показать, потому что вместо этого вышло обращение, статья, как там названо, народу Казахстана. Вот представьте себе, что за лидер нации, пусть даже он прячется в бункере, который не смог сделать видеообращение, даже просто прочитать. То есть вы должны понимать, что на самом деле Назарбаев не в состоянии управлять страной, ни той системой, ни той группой импотентных чиновников, ничем. И не способны управлять, в том числе, все те, кто занимает позиции, гробко называемый президентом, премьер-министром или министрами. Вы это все чувствуете именно сейчас на себе. Но тем не менее я хотел бы откомментировать все слова, очень интересные, которые озвучил Назарбаев. На самом деле понятно, что это речь ему написали, как обычно, всегда. Но сейчас это выступление очень интересное. Вы прекрасно знаете, что когда в марте, в прошлом году, в 19-м году он объявил о своей отставке, но при этом сохранил реально все рычаги власти в своих руках, мы говорили, что теперь система пойдет в разнос, она будет разъезжаться в разные стороны, будет хаос и так далее. Вы в этом убедились. Весь прошлый год этот режим жил в кошмаре. Когда были выборы 9 июня, до 9 июня были первый раз такие массовые митинги. 1 мая, 9 июня были тысячи людей, которые вышли на массовые митинги, особенно в Астане и в Алма-Ате. И этот режим, будучи наплуганным, задержал свыше 5000 человек, которые были разбросаны по разным тюрьмам в результате административных судебных решений. Даже мест не хватило. Этот режим был напуган. И весь прошлый год, вы прекрасно знаете, то военных потягивали, то национальную гвардию, то полицию, блокировали площади, закрывали магазины, торговые центры, прокуратура делала заявление. Вы помните, что весь 19-й год для этого режима был сплошной кошмар. То есть, после того, как Назарбаев объявил, что он просто переходит в Совет Безопасности, этого было достаточно, чтобы эта система, которую он строил 30 лет, начала рушиться. Потому что эта система была построена под одного человека. Именно поэтому весь этот кошмар для этого режима именно начался особенно сильно в 19-м году. И теперь давайте мы посмотрим, с чем пришли к нынешнему времени эта политическая верхушка во главе с Нурсултаном Назарбаевым. Что говорит Нурсултан Назарбаев? Давайте мы просто почитаем. Он здесь фактически устами своего окружения прощается с людьми. Потому что здесь прощальная речь. Он вспоминает о своем вкладе за 30 лет. Говорит о неком национальном фонде, что благодаря его мудрой политике был построен новый Казахстан. Он рассказывает о каких-то своих героических подвигах по Евразийскому Союзу. И мы прекрасно знаем, что в итоге именно присутствие нашей страны в Евразийском Союзе привело к тому, что многие товары у нас подорожали. Мы стали зависимы именно от России в первую очередь. Мы не смогли построить свою независимую страну. По всем параметрам мы защищаем реальную промышленность России, но не Казахстана. И когда рубль начинает колебаться, безусловно сразу колеблется тенге. И фактически вхождение в Евразийский Союз привело нашу страну к серьезной зависимости, к потере независимости. Вот чем он хвастался. Самое интересное, что здесь он интересные вещи говорит. Он всегда говорил, что не нужно ориентироваться только на нефть, что нужно диверсифицировать экономику. И здесь он хвастается, что он за это время разработал стратегию форсированной индустриально-инновационного развития. Открыли свыше тысячи новых предприятий. Что страна оказывается не ориентируется на нефть. И в качестве достижения говорит, что по всей стране построено много автодорог, железная дорога. Но вы прекрасно знаете, эти дороги просто по сути ремонтировались. Притом плохо. Что у нас дороги очень плохие. Что железная дорога была построена еще в советские годы. Мы до сих пор ездим на старых вагонах. Поэтому здесь, конечно, его воспоминание прощания выглядело бледно. Ну и самое смешное, когда он говорит, что у нас тысячи предприятий, что инновационные технологии, он не смог в качестве доказать, привести хотя бы одну отрасль, которая действительно инновационная, научно-технологическая, что мы экспортируем какие-то, допустим, компьютеры, машины, все прочее. Просто была сказана фраза о неких тысячах предприятий, но в этом обращении его писатели не смогли упомянуть даже один проект, который был инновационным, революционным, соответствовал современным стандартам. Что Назарбаев говорит, что мы стали аграрной сильной страной, что мы производим молоко, мясо, зерно, все прочее. Но вы прекрасно знаете, что доля импорта именно того, что он перечисляет, очень высокое, мы до сих пор все это импортируем. И если говорить о зерне, то как производили те самые около миллиарда пудов или 16 миллион тонн зерна, мы столько же и производим. И ничего не изменилось. Он говорит об экспорте муки, а где тысячи инновационных предприятий, где индустриальная политика, потому что Казахстан как перерабатывал зерно в муку ранее и перерабатывает сейчас, это вообще не относится к революционной отрасли. То есть в своем выступлении он даже не смог упомянуть, что действительно есть такие предприятия инновационные. Да, мы знаем, есть всякие торговые центры, как Нурплаза, есть всякие бет-реки с его рукой, которые построены за нефтяные деньги. И все, нет ничего. Ну и дальше, смотрите, очень интересно. Теперь надо послушать его выступление, так называемое, которое его окружение вместе с спичрайтерами написали. Смотрите, что он говорит. В условии кризиса, когда бункер Басы спрятался от народа, вдруг неожиданно он обращается к народу. И вообще, вы знаете, он всегда обращается к народу, когда плохо. Не народ к нему, как главе государства обращается, а именно он к народу. Что он говорит? Мы говорим, единая страна, сплоченный народ. Ягарц всегда был вместе с народом. И сегодня Ягарц вместе с вами. Мы знаем, что он спрятался в бункере. И что-то я там не вижу нашего народа, который в этом бункере вместе с ним прячется от коронавируса. Мы знаем, что совсем недавно он говорил. Я просто хочу вам напомнить, что он говорил, что казахский народ ушлый народ. Вы, наверное, это прекрасно помните, который все время норовит обмануть. Это слова Назарбаева. А вы помните, что он говорил, что это ленивый народ, рассказывал анекдоты. Это глава государства рассказывал про свой народ и говорил, что они ленивые. А вы вспомните, когда люди жаловались на свою плохую жизнь, он говорил, походи по кладбищу, и ты поймешь, что своя жизнь не такая уж плохая. Вы помните, когда многодетные матери обратились к Назарбаеву о помощи, и он говорил, дай, дай мне, дай, дай. А вы советовались, когда рожали детей. Вы помните это? А сейчас как он запел устами его помощников, что оказывается, мы единая страна, сплоченный народ, и он оказывается вместе с народом. Вы понимаете, что это откровенная ложь? В этом выступлении Назарбаева вообще существует очень много перлов и противоречий. Он вспоминает Баужана Момышуле, говорит, что вот дисциплина нужна. Затем он вспоминает Айтики Би, затем вспоминает Абая, вспоминает Ганди. То есть все его выступления просто непрерывные цитаты. Что называется, а что ему еще осталось делать? Промышленности нет, диверсифицированы, только слова. Здесь одни цитаты. Еще обратить внимание, что он говорит. Это опять прощальная речь. Он хочет, чтобы народ его оценил. Что он вместе с народом и что он произносит. Он говорит, что благодаря его мудрой политике сформировал национальный фонд, в котором 90 миллиардов долларов. И тогда вопрос. Если эти 90 миллиардов долларов есть, если он вместе с народом, то спрашивается, а где эти деньги? Почему Назарбаев говорит, давайте скидывайтесь. И у людей начинает забирать однодневную заработную плату. Где эти 90 миллиардов долларов? Где он вместе с народом? Или посмотрите, когда все страны мира активно помогают бизнесу, помогают гражданам. Перечисляют тысячи людей, вот тысячи долларов на счета. Оплачивают за несколько месяцев заработную плату в условии карантина. Помогают бизнесу списывать проценты. Дают нулевой ставкой кредиты. Огромные суммы под гарантией правительства. Вот Германия сейчас заявила о программе. И он с народом говорит 90 миллиардов долларов. Говорит, я создал бизнес, делают обращение к предпринимателям. Но в чем суть его обращения к предпринимателям? Опять, смотрите, он говорит, мы вам типа помогали, теперь помогите народу. Чтобы эти предприниматели создавали рабочие места, поддерживали рабочие места. Они не могут сейчас ничего делать, потому что карантин, потому что кризис. И для чего тогда эти 90 миллиардов долларов? Почему все страны мира помогают и народу, и предпринимателям? А он говорит, дайте. Опять, дай мне, дай мне, дай. Недавно совсем он упрекал народ, когда люди обращались за помощью. А теперь, хвастаясь тем, что он создал 90 миллиардов якобы долларов фонд, говорит, что дайте денег. Вы видите, какое противоречие в каждом его выступлении? Теперь, конечно, вы можете задать вопрос, а что же с ним произошло? Вы видите, какое противоречивое заявление? Это заявление, понятно, писал не Назарбаев, как обычно. Это писали разные люди. Чтобы вы понимали, что сейчас в реальности происходит. Назарбаев там лежит под аппаратами, трубками. Не может просто делать заявление. Делают монтаж видео и все прочее. Это очевидно. Надо понимать, что Назарбаев, по сути, мертв. И сейчас разные люди, самые влиятельные нынешние, глава спецслужб комитета национальной безопасности, Карим Масимов, вот этот сборная, так называемых писателей, пишут речь. Карим затем дает его Дариге Назарбаевой, Тимуру Кулебаеву, Такаеву. И каждый начинает туда добавлять. Ну, Такаев говорит, слушайте, в этом же году празднование Абая, надо мысль Абая включить. Казахи любят Абая. Давайте мы включим Абая. Ну, Карим свое, Тимур свое. Тут Дарига начинает говорить, а давайте мы скажем вот такую фразу. Это вообще была очень удивительная фраза, которая, по сути дела, завершила это обращение к народу. Она звучит так, когда мы едины, мы непобедимы. Ну, вы знаете, Дарига в советские годы училась в Москве, и в Москве, я помню, молодежь бегала и с разными революционными лозунгами, и, наверное, она это произнесла, и не забыв, забыв, что это на самом деле была революционная песня чилийцев. Когда мы едины, мы непобедимы. Я вам зачитаю, как она дальше звучит. Она звучит. Вставай и с нами пой свободы гимн. Такой народ в борьбе непобедим. Нельзя молчать, когда земля в огне, когда свободу ставят на колени. Здесь вот такие интересные фразы. Плечом к плечу пойдем в последний бой, наступит наш час, и кровавая банда не выдержит гнева народа-гиганта. Это была известная чилийская песня против диктатуры. И вот, представьте себе, что в итоге какой документ родило окружение Назарбаева. они по сути дела призвали народ бороться против этой кровавой банды. Они даже не понимают, что они там делают. Видно, что эти писатели, которые вокруг Назарбаева, они тоже устали от этого режима. И они подсознательно или каким-то образом вставляют в речь Назарбаева слова, которые транслируют желания народа. Долой эту кровавую банду. Они тоже так думают, они тоже так чувствуют. И вы понимаете, что так называемая монолитная система, называемая диктатурой Назарбаева, она уже отсутствует. Система сломана, она падает вместе с султаном Назарбаевым. Назарбаев мумия, он не управляет страной, эта система тоже рушится. Но, друзья, имейте ввиду, что люди, которые еще поддерживают эту систему, это Карим Масимов, это Дарига Назарбаева, это Тимур Кулебаева, и еще небольшое узкое окружение, они рядом, они еще остались во власти, они хотят диктатуру. Почему они хотят диктатуру, и почему не должны этого хотеть мы, народ? Потому, что эта диктатура кормит эту верхушку, потому, что они, находясь во власти, используя диктаторские полномочия, Назарбаева, стали все супермиллиардерами, все основные активы страны в их руках, и поэтому они заинтересованы, чтобы эта модель диктаторская, когда вся власть принадлежала этой политической верхушке, осталась в их руках. Но в этом точно не заинтересовал народ, потому, что именно эта политическая система Нурсултана Назарбаева сделала народ бедным и нищим. И поэтому мы говорим, что нет этой диктатуре, мы будем ее ломать, будем выгонять эту политическую верхушку. Сейчас все, что смогли сделать окружение Назарбаева, чтобы укрепить свою систему, потому, что они сейчас в страхе. Вы знаете, цены на нефть обваливаются, в бюджете дырка, они не могут даже простые вещи сделать, как выплатить 42 тысячи деньги, они вообще ничего не могут. И все, что они смогли сделать, это притащить полуживую, живую мумию, продемонстрируют вам. И он какие-то слова произнес в адрес премьера Мамина, сказав, что он его поддерживает. Поддерживает премьера, который завалил все, завалил программу помощи людям, бизнесу, вообще всему. Это показывает беспомощность системы. Почему они держатся за эту систему, за эту диктатуру, вы понимаете. Я вам скажу, что практика диктатур всегда была идентична и одинаковая. Вспомните, когда умер Ислам Каримов, целую неделю узбекские власти не сообщали, что Ислам Каримов уже умер. Он даже, когда умер в конце августа, они выпустили обращение приблизительно такое же, как вот сейчас мы видим обращение Назарбаева к народу. 1 сентября вышло обращение Ислама Каримова к узбекскому народу, поздравление, буквально через два дня было объявлено, что он умер. На самом деле умер он на неделю раньше. Вспомните, что было в Туркмении. Когда умер Туркмен Баши, его окружение яростно между собой билось и при этом не сообщало, что он умер до тех пор, пока к власти не прорвался сильнейший, уничтожив всех своих конкурентов впоследствии себя назвавших Аркадагом. Вот как происходит в депутаторских системах. Поэтому мы все должны понимать, что это группа людей пытается сохранить диктатуру, пытается сохранить систему, они в ужасе. Именно поэтому вы видите блокпосты, танки, всякие разные броневые машины, национальную гвардию, которые окружили Алмату, Астану и другие города, потому что они боятся, они боятся гнева народа, они боятся не удержать эту систему, потому что весь прошлый год они были в кошмаре, и они были в кошмаре вместе с Назарбаевым, при Назарбаеве. А вот сейчас представьте себе, когда они ждут, что он вот-вот умрет, вы представляете, какой у них ужас, поэтому они скрывают его реальное состояние, здоровье, даже если он умрет, он все равно будет скрыт, то есть будет скрыт его смерть, вот собственно чего мы должны ожидать, поэтому уважаемые друзья, сегодня такой очень важный день, который раскрывает истинное лицо, вы видите даже такое название, когда мы едины, мы непобедимы, и в конце наступит наш час, и кровавая банда не выдержит гнева народа-гиганта, это мысль, которая заложена в этом обращении, в этой статье Нурсултана Назарбаева, вы должны его правильно понимать и читать, сегодня еще дополнительно была интересная ситуация, когда соловей Нурсултана Назарбаева, соловей режима, язык режима, Ермухамед Ертызбаев, который конечно ничего из себя не представляет, это просто язык, он сегодня озвучил очень интересные вещи, он сказал и это вышло в статье, что Назарбаев должен был уйти раньше, он сравнил Назарбаева с Мао Цзюдуном, известно, что при Мао Цзюдуне погибло 80 миллионов китайцев в результате управления страной Мао Цзюдуном, это была отсталая и бедная страна, то есть вот собственно кто такой был Мао Цзюдун и вот сегодня пытаясь похвалить Назарбаева Ертызбаев четко определил это диктатор, который измывался над своим народом, при котором произошли расстрелы Жана Узенцев и реальное количество жертв мы до сих пор точно не знаем, мы знаем, что именно Назарбаев действительно построил диктаторскую, воровскую систему, когда люди наши живут в нищете, когда оппозиция уничтожается, когда их убивают наемные убийцы, мы знаем, что действительно Назарбаев построил такую бандитскую систему, которая была и примала, поэтому фраза, что Назарбаев должен был уйти и раньше, раньше, она ключевая, действительно, он должен был уйти раньше, и вот он сейчас уходит, и уходит сейчас немедленно, потому что этот режим себя исчерпал, система основанная так называемым, на так называемом лидерной нации, она уже не выдержала испытания временем, и вот мы сегодня это услышали подтверждение со слов Соловья, Нурсултана Назарбаева, Ертезбаева, вы, уважаемые друзья, видели, наверное, да, как выглядел испуганный, напуганным вчера премьер-министр Мамин, я скажу вам следующее, они напуганы все, десятки и тысячи разных чиновников разного уровня ближайшего окружения участвовали в хищениях нашего государства, и они понимают, что сейчас, когда эта система рушится, произойдет перераспределение между узкой политической верхушкой, которая все равно будет стараться во главу страны ставить Даригу Назарбаеву, и мы знаем, что Мамин воровал миллиарды долларов в пользу Нурсултана Назарбаева, а на самом деле в пользу его взятия. Так называемые известные компании Холдинг, Комкор Холдинг был присвоен Тимуром Кулебаевым, который в реальности стоит миллиарды долларов, он был за ничтоженные средства, несколько десятков миллионов долларов, через подставные компании, слит Тимуру Кулебаеву на миллиарды долларов, и все эти миллиарды долларов, которые генерировал убыток железной дороги, монополист, они по сути сливались в пользу семьи Назарбаева, и частично, конечно же, Оскар Мамин часть средств клал себе в карман по разрешению Нурсултана Назарбаева, и он вчера был напуган, потому что когда Назарбаев окончательно все полномочия отдаст членам своей семьи, они скорее всего его похоронят, потому что все воровство и преступления тех людей исполнителей, как Оскар Мамин, они не хотят, чтобы были свидетели их преступления, они просто будут их сливать и говорить, что коррупция это конкретные люди, вот Оскар Мамин, вот еще кто-то из чиновников, и они не случайно все напуганы, они боятся, они понимают, что система рушится, и это Оскар Мамин увидел лицо Назарбаева, его состояние вы видели вчера вот эти кадры, и он понял, что его жизнь в опасности, не только жизнь, его богатство, и так сейчас думают многие высокопоставленные чиновники из той самой когорты, так называемых 200 человек, которые мы считаем должны быть подвергнуты преследованию, их имущество должно быть конфисковано, в том числе это нынешний премьер-министр Оскар Мамин. Уважаемые друзья, мы понимаем, что вся эта так называемая Нур-система держалась на Назарбаеве, мы понимаем, мы понимаем, что после того, как Назарбаев превратился в мумию, в мумии превращается его нур-система, которая не жизнеспособна, которая ничего не может сделать, самые простые вещи. Эта система стремительно ослабла, и слабеть будет сейчас сильнее и сильнее. мы что должны делать теперь? Эта верхушка боится, что сейчас они будут обезглавлены. Без Назарбаева им будет тяжко и туго. А мы должны использовать эту возможность для того, чтобы отменить существующий действующий режим, отстранить их от власти и построить новую страну. Вот у нас совсем разнонаправленные цели, они хотят сохранить, мы хотим отстранить. Но сейчас вы видите, что эта политическая верхушка напугана, очень напугана. Сейчас, когда эта система ослабла, нам нужно наращивать требования. Все эти экономические требования, которые были выдвинуты, нужно их активно требовать. Стучать пустые кастрюли 8 часов вечера, как предложили представителей партии КОЩЕ, я считаю, что это надо поддержать, нам нужно непрерывно требовать, и вы увидите, как этот режим все равно будет двигаться. Но мы все понимаем, что раз эта нурсистема не жизнеспособна, они не справятся с теми трудностями, которые сейчас глобально как вызов существуют всем странам мира, мы это понимаем, даже благополучные годы, эта система не могла справиться. И сейчас вы видите, все наложилось, когда и развитие коронавируса, и когда экономические проблемы, женщины не могут накормить своих детей. Мы видим, что фактически сейчас развал экономики. Кто-то считает, сколько дней продержатся, неделю или две, бизнес подсчитывает свои убытки. в этом году дополнительно к тем самым 3 миллиону безработных припнет еще как минимум 1 миллион. Последствия этого кризиса будут ужасающие, но мы можем с этим справиться, потому что я много раз говорил, в нашей стране огромные возможности. В первую очередь человеческие. У нас очень много талантливых людей, и в нашего государства действительно очень много других возможностей. Поэтому что мы должны делать? мы не просто должны выдвигать экономические требования, мы должны идти на главную нашу цель, а именно смену этого политического режима. Притом не просто смена одной политической верхушки на другую, мы должны построить совершенно другую политическую модель, когда именно народ контролирует власть. Мы об этом говорили, это демократическая республика, это когда отсутствует должность президента, когда парламент избирается народом, а парламент назначает правительство, срок ее не более четырех лет, вот куда мы должны идти. Поэтому мы должны осознать, что пришло наше время, что система уже рушится, эти люди еще как-то поддерживают, но они боятся народа, мы это видим, и мы должны этот шанс использовать, эту возможность, этот кризис нам дает возможность объединиться. Я хочу сказать, что последние недели, особенно после того, как мы провели большую работу, я каждый день выступал в эфире, вы видите, это правительство недееспособное, именно я рассказывал о том, что происходит в мире, я рассказывал вам о размере помощи, которую оказывают президенты тех или иных стран, тех или иных государств, вы видите, на фоне того, что делается в мире, наше правительство, нынешний президент Нурсултан Назарбаев недееспособный, они не способны даже выйти перед народом и сказать, что мы делаем те или иные вещи, нынешний президент Такаев вообще не выходит, один раз он зачитал это обращение и пропал, пример министра мы тоже не видим, мы не видим министра сельского хозяйства, хотя я сегодня видел, что на юге Казахстана люди не могут свою аграрную продукцию производить капусту, не могут его никуда продать, не могут отвезти, не могут экспортировать, завтра их продукция сгниет, они понесут убытки и они будут не то, что безработными, они будут голодными, то есть реально надвигается на страну голод и нет, например, министра сельскохозяйства, который бы сказал, что мы делаем те или иные действия и у нас все будет в порядке, именно мы, я в частности представитель движения демократический выбор Казахстана, вам рассказываю о ситуации в стране, мы выдвигаем требованиям и именно благодаря нашим требованиям эта власть пятится, да, они не понизили цену на нефтепродукты в два раза, как мы требовали, но это только потому, что мы не жмем, не давим, они понизили буквально несколько тенге, да, они не дали каждому из вас по 50 тысяч тенге, кое-как пытаются 42 тысяч тенге выделить, но и этого не было, если бы мы не оказывали давление, то есть вы видите, сейчас фактически мы выполняем роль правительства, мы можем справиться с любыми трудностями, если мы будем действовать вместе решительно и энергично, поэтому мы должны сейчас объединиться, как мы можем объединиться, я хочу еще раз сказать, что буквально за несколько дней у нас резко произошел приток, те, кто участвует в чате активистов ДВК, огромное количество подписчиков на информационный канал 1612, на канал Мухтара Бляза в ютюбе вы можете узнать о наших предложениях, мы можем все вместе объединиться, используя платформу демократического выбора Казахстана, потому что когда вы зайдете, станете участниками этих чатов, вы вместе с нами будете уже понимать, что делать, что делать, например, в Астане и в Алма-Ате, когда нас действительно в чате активистов ДВК будет много, мы выберем момент и призовем наших сторонников выйти на митинг, и вы будете когда знать, что у нас сотни тысяч в этих чатах, в этих каналах, и когда вы поймете, что люди готовы тысячами приходить, вы будете уверены, что да, народ, мы объединились, да, мы в состоянии провести мирную смену этого политического строя, мирную, не военную, без беспорядков, мирную, взять массой, и мы сейчас видим, что этот приток есть, поэтому, уважаемые друзья, я приглашаю вас заходить в чат активистов ДВК и на те аккаунты, которые я сказал, и мы таким образом добьемся мирной смены этого режима, я хочу сказать, что сейчас идут активные обращения к Назарбаеву, люди открыто выступают, говорят, шалкет, наш народ прекратил бояться того, кто стоял над народом, имя которого присутствовало все эти годы в сознании наших людей, наши люди поняли, что этот человек вор, он разрушил нашу государственность, он ограбил народ, он утащил миллиарды долларов, наставил под всей стране свои памятники, улицы называл своим именем, люди не боятся, Нурсултан Назарбаева, так называемый основатель этой диктаторской системы, а кто эти тогда люди, мебель Токаев или Даригаев, хромая курица, кто они такие, почему народ должен бояться их, нет, их никто не будет бояться, поэтому именно мы, народ, объединенные политической организации демократический выбор Казахстана, мы должны взять ответственность за судьбу нашей страны, и мы можем это сделать, дни этого режима сочтены, и какое количество они будут у власти, это все зависит от нас, от того, как мы в первую очередь сначала объеднимся, а потом будем совместно действовать. Что я хочу сказать, вы видите, что это верхушка во главе с мумией Нурсултаном Назарбаевым, его мебелью Токаевым, его дочерью этой хромой курицы не способны управлять страной, они не только импотентны, они ипотенты, они некомпетентны, абсолютно некомпетентны, и вы каждый день это видите. Все, что они могут сделать, это беспредел, это коррупция, они не смогут поднять страну, не смогут защитить народ, они не будут работать народ. Поэтому, что мы должны сделать? Сегодня я хочу озвучить волю народа, я хочу обратиться к этой узкой политической верхушке во главе с Назарбаевым, Такаевым, Дарьевой Назарбаевым, Кулебаевым, Массивом. Я хочу сказать, что вы должны добровольно сдать свои полномочия. Потому, что завтра этот разъяренный и обедненный ДВК народ все равно вас снесет, не просто снесет, снесет вместе с вашими дворцами. И у вас есть шанс сдать просто власть, чтобы народ мирно взял в свои руки эту власть и продолжил развитие нашей страны. мирно. Я хочу обратиться к нашим гражданам. Я хочу обратиться к нашим гражданам и призвать, чтобы вы требовали уйти эту власть. Потому, что сегодня, когда мы будем объединять наши требования, когда сотни людей будут в социальных сетях требовать отставки этой политической верхушки, когда таких станет тысячи, десятки тысяч, мы каждый будем уверены, что завтра, когда мы организуем митинг, те люди, десятки и тысячи, которые требовали отставки этой политической верхушки, они придут на митинг, объединятся и будут действовать совместными усилиями. И тогда мы действительно сменим этот политический строй и мы действительно объединенными силами сумеем построить новый Казахстан. Я верю, что мы это можем сделать и поэтому я считаю, что мы должны вместе потребовать отставки этой политической верхушки, чтобы мы могли построить новую, сильную, крутую, демократическую страну Казахстан. Алга-Казахстан.